Музыка Уважаемые телезрители и уважаемые наши первые гости, мы вот именно с вас открываем сегодня наш новый проект, который мы решили назвать Одесса как она есть. То есть мы одесситам будем предоставлять такую возможность порассуждать на различные темы, причем не только предложенные нами, но и предложенные вами в том числе. Ну а коль скоро мы, что называется, с телевидения, давайте поговорим о телевидении. Вот насколько вы доверяете телевидению, насколько вы считываете и употребляете эту информацию, которую видите на телевизионном экране? Ну в телевидении у нас сейчас очень, как говорится, раскрывают факты в основном негативные. Я бы пожелала лучше, чтобы показывали что-то позитивное, чтобы людей настраивали на хорошее, а постоянно смотреть. Понимаю, что сейчас такая обстановка в стране и плохо очень вокруг, но вместе с тем нужно находить что-то и хорошее. Делаем опрос на тему вот вы и телевидения. Вот ваше отношение к современному телевидению, насколько вы ему доверяете, как много времени уделяете вообще телевизору? Очень мало, потому что очень долго работаем, приходим поздно, поэтому совершенно времени не остается на телевидении. Ну вот у вас своеобразная работа. Вы работаете за прилавком, многие люди к вам приходят что-то покупать и наверняка обмениваются с вами какими-то новостями, которые вы видели по телевизору? Ну конечно, наши ужасные новости, то, что творится в нашей стране. Ужасно, страшно. У меня сегодня фишка опроса, это фраза Шендеровича, который сказал, что вот знаете, для того, чтобы закончилась война, надо выключить телевизор. Совершенно правильно. Мы с вами совершенно согласны. А что взамен? Ну вот что нам делать телевизионщикам, для того, чтобы все-таки нас смотрели и любили? Ну не знаю. Наверное, что-то более позитивное. Потому что страшное, очень страшное рассказывать по телевизору. Бывает, что вообще не хочется смотреть. Это еще более высокое... Да, хотим лучшей жизни, конечно. Не стоять за прилавком, а работать на нормальной работе. Какое место в вашей жизни занимает телевидение? Как вы вообще к нему относитесь? Как вы воспринимаете? Я не смотрю телевизор, вообще не смотрю. Вы не смотрите телевизор? Нет. Уже, наверное, года три. А почему? Иногда, когда я в гостях, там телевизор, крайне редко попадаю на какую-то передачу. Мне не нравится. Это ужас. Тихий ужас. Реклама меня раздражает в первую очередь. И очень интересные передачи. А из-за того, что дома интернет, я просто включаю то, что хочу посмотреть, ну там телепередачи или... И все. Очень удобно, по-моему. У меня даже дома нету телевизора. Все. Чувствуете себя счастливым человеком? Да. Ну, как бы то, что нужно, все есть. Ну, я ищу конкретно то, что мне интересно в интернете. Также и новости, и фильмы, и все. И никакой рекламы. Всегда можно поставить на паузу, и на языке смотришь, на каком тебе нравится. То есть с ребеночком надо переключаться на то, чтобы свой телепродукт размещать больше в интернете, наверное, да? И тогда будут передачи... А я уже таким вот пользуюсь на ютубе. Там есть каналы специальные, ну... Ну да, в принципе. Сколько лет киндеру вашему? Киндеру год и два. Мультики любят? Ну, я не смотрю мультики. Господи, вы лишаете ребенка. Я не лишаю. У меня вот в год и два я не смотрела мультики. Не было тогда еще телевизора, и нормально у меня все было. Поэтому молодая и красивая. Да. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, у вас дома есть телевизор? Есть. Много времени уделяете им? Нет, не очень. Почему? Ну, потому что вечером только новости смотрю, и все. Некогда. Вы знаете, сегодня вот многие люди жалуются на то, что телеящик, он вообще зомбирует нас. Еще как зомбирует. Еще как зомбирует. Это же ужас какой-то. И вот новости я перестала. Раньше слушала, а сейчас я перестала. Потому что потом сердце болит, и вообще плохое настроение. Лучше смотреть кино, сериалы. Самое лучшее. И все. Скажите, пожалуйста, вы телевизор смотрите? Да. Доверяете? Проверяем. Через компьютер. Проверяем. Нет, ну сегодня телевизор, вот как вы воспринимаете информацию, которая постоянно идет, льется, извиняюсь, с телеэкрана? Ложная. В основном ложная. И зомбирующая. Зомбирующая, потому что хотят людей, да? Я всегда говорю, 25-й кадр включают, потому что люди такие отупевшие ходят, что... То есть надо изобрести новый телевизор, который не будет показывать 25-й кадр? Ну, его можно везде показывать, поэтому... Я вообще очень много программ не смотрю. Я лучше по компьютеру почитаю всяких политологов. Ну, проверяем, проверяем. Через вот эти новости... Вы знаете, вот всем рассказываю, у Синдеровича есть гениальная фраза, он сказал, чтобы, знаете, если выключить все телевизоры, то и война прекратится. Конечно. Конечно. Потому что призывы идут очень большие, и мне это нисколько не нравится. Так нас прям нагревают, нагревают, нагревают. Готовят к чему-то, конечно, но пусть готовятся сначала сами. Да. Мы переживем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова